Отца и Сына и Святого Духа. Мы сейчас вплотную уже подошли к Великому посту, но хоть остается у нас еще целая неделя, но эта неделя уже последняя подготовительная. Мы не служим на буднях, а вот в храмах, где есть и будничные богослужения, это уже на следующей неделе, на сырной седмице, в Масленицу, в среду и в пятницу уже будет настоящая Великопостная служба. Там, где вместо литургии будут читаться изобразительные, будут молитвы с земными поклонами, уже будет читаться до поста молитвы Ефрема Сирина. И сегодняшний день, Вселенская Родительская Суббота, она предваряет завтрашнее воскресенье, которое названо так «Неделя о страшном суде». По сути, пост, подготовительный такой вот период, семинедельный перед Пасхой, он как раз, в общем-то, и служит для того, чтобы мы встретили Спасителя, и, по хорошему счету, мы должны как-то понять, как нам его лучше встретить, встретить его внутренне, духовно. И поэтому мы должны вот сами над собой, по большому счету, совершить суд, понять, а в чем же нам надо измениться, чего же нам, может быть, надо избавиться, как нам надо подойти к этому светлому празднику. Сегодня мы слышали слова Священного Писания, которые как раз и дают какие-то наставления, рекомендации, как же на самом деле мы должны поститься, на что мы должны обращать в первую очередь внимание, на что второстепенно. Дело в том, что сейчас времена немножко другие. Мы вот сами, когда читаем, мы вот понимаем, что вот сейчас что-то происходит по-другому. Сейчас уже нет таких вот людей, которые вот так вот прямо на показ на улице где-то там молятся. Ну, максимум человек на храм перекрестится, и все, идете там дальше своей дорогой. Вот, и насчет поста. Вот тут сказано, что вот не будем есть мясо там, чтобы не соблазнить кого-то другого. А у нас сейчас бывает наоборот. Вот мы скажем, вот сейчас мы будем поститься, ну, а окружающие скажут, ну да, вот это они умеют. Вот, а так у них вообще-то ничего в жизни не происходит. Они вот не добрее, не лучше, чем всех остальных. Там они вот только называют себя христианами. Лучше бы они, чтобы они действительно мясо бы ели, там, но как-то чтобы другое в себе меняли. Вот, на самом деле, вот почему люди так говорят. Во-первых, действительно мы вот виноваты, потому что, наверное, большинство христиан, они не соответствуют тому вот качеству, которое должны вот представлять из себя христиане. А во-вторых, понимаете, вот окружающие, им всегда всё у нас будет не нравиться. Если мы не будем есть мясо, им это будет не нравиться. Скажут, что мы фанатики или бракобицы. Если мы начнём мясо есть, они у нас будут пальцами показывать, смеяться, вот, посмотрите на этих святошек. Вроде как у них пост, они там мясо едят. Ну, потому что вот обыватель, он, для него любая инаковость, и любая инаковость, она уже плоха. Вот она уже плоха. Если человек как-то вот пытается как-то улучшить себя, улучшить мир, там, ну, улучшить что-то, хотя бы сделать какую-то попытку, он уже становится плох для этого мира. Ну, это, естественно, совершенно естественно. Вот, значит. Давайте не будем обращать на это внимание. Пускай действительно мы, давайте действительно всё будем делать в тайне. Мы должны понять, что мы должны сделать, чтобы просто измениться. Что мы должны изменить в себе в течение поста? Вот наша апостольская православная церковь, она не требует от людей строгого поста, она не требует обязательных, там, пищевых ограничений, по крайней мере, таких вот суровых, как вот, ну, написано в каких-то монастырских уставах, там, или ещё где-то. Нет, пожалуйста, желающие могут это всё практиковать, но этого не требуется. Но требование к посту, духовное требование одно. Просто это время покаяния, значит изменение. Вот и то же самое, что мы говорили перед рождественским постом, тоже можно сказать и сейчас. Вот давайте каждый из нас просто-напросто, ну, решит, а что вот, как за время поста он изменится. Пусть он избавится от какого-то вот небольшого, малюсенького там, какого-то качества, которое может ему одному мешает жить, которого окружающие не замечают, но уже вот для него будет легче, уже для него будет меньше какого-то балласта, когда вот будет Пасха. Если даже у нас ничего не получится, если мы начнём, там, начнём что-то делать, потом поймём, что нам не под силу, что это вообще-то труды многолетние для этого нужны, ну, хорошо, но всё равно мы уже предпримем какие-то шаги, всё равно приобретём какой-то опыт. Всё равно вот будет этот самый коэффициент полезного действия. Ну, тем не менее, чтобы вот действительно как-то соблюсти, мы вот должны договориться, мы это сделаем, наверное, вот после службы, что вот наши трапезы тоже должны будут как-то там протекать. У нас не должно быть мяса, может быть, не должно быть ещё каких-то продуктов. Это мы сами всё решим. Так что будем готовиться к посту, ну и сегодня в конце службы будем молиться за усопших. Потому что вот сейчас, вот в преддверии вот этих великих дней, Великого Поста, Великой Пасхи, хотя церковь, она вот и земная, и небесная, ну, по сути дела, наши усопшие, они тоже все члены церкви, те, кто был крещён. И мы вот эту Вселенскую Родительскую Субботу так вот встретим и проведём со своими близкими, которые уже умерли, которых мы, может, даже не помним, какие-то наши там вот прабабушки, прадедушки. Но мы о них вспомним, мы о них помолимся, и я уверен, что это получит вот клюк в двух душах, получит оффлит на небесах. Аминь.